Привет, дорогие друзья, привет, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы, мое отдельное вам здравствуйте. Ну что ж, поговорим о Самуэле Адемяне и его благодетели, вот этом благодающий. Почему? Потому что, вы знаете, посмотрела кусок стрима, мне стало настолько смешно, я думаю, вот человек умудряется даже это как-то опошлить, да, даже какое-то добро, которое он делает, превратить в какую-то гадость, какую-то мерзость, которая вызывает просто отторжение и непонимание этих действий и поступков, потому что если ты даже сделал доброе дело, но ты же его делаешь для своей кармы, скажем так, да, но не для того, чтобы кто-то этим восхитился, тебя похвалили, либо наоборот тебя покритиковали, но Самуэл это тот человек, который умеет выставить всё и вот, знаете, настолько как-то всё хорошее уничтожить, растоптать, потому что ему очень важно признание зрителей, ему очень важно, чтобы все об этом знали и об этом говорили. Вы знаете, для меня было как-то непонятно вот это, да, самовосторжение, вот эта вот отметка, подчёркивание того момента, что в тот момент, когда все собирают, да, кому-то там в театре, людей, которых он даже не знал, кто 100 рублей, кто 200 на помощь, там, с лечением, с похоронами, неважно, Самуэл даёт 5-10 тысяч, а кто-то вообще ничего не даёт, и что самое интересное, его благие дела остаются незамеченными, потому что люди даже не знают, кто ему переводит деньги, но благодаря этому стриму теперь все всё прекрасно знают, это всё делал Самуэл, вы знаете, не может он наставить вот какое-то добро в тишине, ему не даёт покоя и гложет, что вот общественность не знает, какие героические поступки он совершает раз за разом, поэтому, конечно же, необходимо каждый раз уточнять и детально рассказывать, кому, сколько и где он дал. Вы знаете, ребята, когда это идёт от чистого сердца, когда действительно вот ты захотел помочь и просто помог, как правило, люди об этом вообще не говорят, это знают только, да, энное количество людей, но здесь было очень важно это вынести на суд общественности, все должны восхититься и рассказать, какой он молодец, но дальше было ещё круче, оказалось, все эти добрые дела из-за того, что это не Самуэл, а сердце рвётся их сделать, а это, да, чувство вины, причём в основном последнее время это чувство вины ему внушают зрители, да, ребята, вот называется, кто всрався навистка, вот так и у Самуэл, кто виноват вместе с мамой, да, конечно, зрители, зрители их доводят, зрители с хорошей мамой сделали вот этот кусок, я не знаю, неадекватного создания, точно так же, как и Самуэл, во всём виноваты исключительно зрители, но благодаря в таком случае зрителям какие-то добрые дела Самуэл совершает, ну, конечно, не забывает о них рассказать, его, наверное, это гложет, если что-то где-то осталось незамеченным, и опять-таки, как он любит себя превознести над всеми, да, приподнять себя и рассказать, что типа в тот момент, когда все дают какие-то копейки, я даю реальные суммы, но, во-первых, да, нормальные люди вообще, воспитанные как-то культурно, даже не поднимают сумму помощи, да, то есть не озвучивают, кто сколько дал и сколько дал я, что я дал типа больше всех, и опять-таки, каждый дает по своим возможностям, потому что у кого-то есть возможность помочь, пусть даже 100 гривнами, 200 гривнами, а у кого-то даже этой возможности нет, кто-то, например, собирает, я не знаю, остатки еды, у кого нет возможности финансово помочь, идет, кормит бездомных собак, бездомных кошек тем, что может, кто-то идет, да, хлеб сушит, птичек кормит, ну, нет, как правило, людей равнодушных к чужому какому-то горю, или людей, которым не присуще чувство заботы, но не у каждого есть эти возможности, и сам Вэл забывает, что это такое, и, кстати, смешно говорить о том, что типа намекать на то, что в театре мало дают, по той простой причине, что у людей мизерные зарплаты, ну, посмотрите, ребят, здраво на его окружение, я не вижу людей, да, на классных машинах, одетых в каких-то бренды, да, вот в реальные бренды, я не вижу, например, женщин, которые в театре работают в каких-то реальных мехах, в каких-то хороших шубах, мы этого ничего не видим, это обычные люди, которые мы, я не знаю, каждый день перед собой видим тысячи, вот то же самое, это такие же самые обычные люди, на сам Вэл нужно и здесь их унизить, да, что они типа копейки дают, а я вот такие глобальные суммы, а кто-то типа из них вообще ничего не дает, и самое главное, он дает тем даже, кого не знает, представляете, какой молодец, и в то же время его гложет вот эта вина, и он не понимает, зачем он это делает, и дает такие большие суммы, это называется, да, ах, кружите меня, кружите, вот, пожалейте меня, поддержите меня, какой же я молодец, и понимаю следующее, да, что, ребята, я бы в жизни не хотела, чтобы такой человек, как Самвел, оказался в трудную минуту рядом со мной, потому что, да, он, в принципе, тебе протянет руку помощи, но ты будешь все время сидеть и думать, а ради чего он ее протянул, либо он искренне захотел тебе помочь, либо для того, чтобы в следующий раз тебя замесить там в 50 роликах и заработать на этом деньги, и при этом смешать тебя с грязью, как по факту и произошло с Игорем, да, вот эти пеленки, ребята, это фу, это такая грязь, это такая вот действительно мерзость, особенно вот это его уничтожительное, ой, да прекращайте, они стоят копейки, это для него 400 гривен копейки, а для обычных людей, ребята, согласитесь, 400 гривен, это абсолютно не копейки, я прекрасно вижу, как одет Игорь, я прекрасно вижу, как одета его жена, и я так понимаю, что даже то золотишко, какие-то украшения, какие-то у него в доме там какой-то антиквариат и картины, это то, что было собрано ранее, это то, что, возможно, передавалось из поколения в поколение, потому что явно видно по Игорю, что он далеко не мажор, и понятно, что для него 400 гривен, это деньги, это только за одни пеленки, не считая лекарств, но Самвелу и здесь нужно, да, его вот принизить, что типа та, это вообще, это вот такая пыль, это вот такой пшик, я даже не хочу типа позориться, и, конечно, вот это уточнение, сколько раз он помогал Игорю, фу, ребята, это ужасно, ты помогал для чего, для того, чтобы нам об этом рассказать, или ты помогал, потому что ты друг, я не представляю таких друзей, да, которые помогают, а потом этим же и упрекают, и упрекают даже не лично, ребята, а упрекают публично, то есть представьте, да, если, например, Игорь посмотрел бы эту трансляцию, насколько бы ему стало обидно, больно, унизительно, вот именно находиться в этом состоянии, когда, знаете, это как вот публичная порка, то же самое здесь, когда тебе вроде бы помогли от чистого сердца, поддержали в трудную минуту, и тут шандарах тебя, да, и сразу, а сколько раз я ему помогал, а сколько раз я ему давал денег, но это осталось неизвестным, сколько раз, да, люди перечисляли донаты, посылки какие-то отправляли, я это видела, ну, не знаю, ребята, ждать помощи от такого человека, как Самвел, наверное, лучше ее вообще не ждать, чем вот действительно попадать в такую зависимость от такого, как Самвел, потому что сегодня он тебя погладит по голове, а завтра он это все выльет на YouTube, и еще тебя с дерьмом смешает. Также отдельно, конечно же, Самвел уточнил, что когда он попал в больницу, лежал на операционном столе, его почему-то театр, да, сотрудники театра, даже не попытались скинуться деньгами и дать ему какую-нибудь сумму денег, и он сказал, что это чистая правда, возможно, конечно, они понимают, что ему не нужны их деньги, но даже, типа, никто не попытался. Вы знаете, ребят, ну, как-то глупо бы было пытаться собирать эти копейки, ну, сколько бы они собрали, ну, две, три, ну, пусть в лучшем случае пять тысяч гривен, что для Самвела пять тысяч гривен, и поэтому, понятно, люди с позиции, а есть ли смысл собирать эти деньги, но Самвела, видимо, это очень обидно, видела, что он, типа, всем помогает, а ему никто. И как он сказал, что не знает, как избавиться от вот этого чувства вины перед всеми, да просто не давай в таком случае, не знает, как, типа, не давать людям. И хочется сказать, у тебя мама в этом плане ас и гуру, нужно просто проконсультироваться с мамой, и она все расставит на свои места. Ее любимая фраза «Дай уехал в Китай». И, кстати, даже от нее вот эта жадность, ребята, вот эта алчность и мелочность непонятно откуда взялась. Ведь сколько раз они рассказывали, как люди в трудную минуту им помогали, но при этом, когда касается кому-то помочь, у мамы начинается агония. И, кстати, насчет вот помощи интересный момент. Почему-то то, что дает Самвел и помогает кому-то Самвел, он это четко видит. Но те люди, которые сколько лет давали ему на Ютубе и помогали и деньгами, и посылками, и шмотками, он в упор предпочитает этого не видеть и не замечать. И вот действительно, почему-то ему люди отправляли, и это было норм, и отправляют до сих пор, а он кому-то дал, и, конечно, это нужно публично обсудить. Ну вот так вот как-то это стремно, не знаю, выглядит, действительно мерзко. И, вы знаете, лучше, мне кажется, все-таки никакой помощи обойтись без нее, как-то кредитнуться, выкрутиться, но не впадать в зависимость от такого человека, как Самвал, потому что засрет и глазом не моргнет. Ну вот это, в принципе, все, что я хотела сказать. Продолжение следует. Пока со всеми прощаюсь. До новых встреч!